Библейский портал экзегет.ру представляет что уже было первое, и, наверное, вы с ним знакомы. И никто, на самом деле, не знает, как они соотносятся. Они идут в порядке своего размера. Первое больше второго идет первым по этому. Но не факт, что оно было написано раньше. Вообще, среди посланий, среди канонического этого корпуса послания в основном идут по размеру, от больших к маленьким, и совсем не по хронологии. Кроме того, мы знаем, что у Павла с Коринфянами была активная переписка. Он в первом послании упоминает предыдущее письмо. Но, возможно, это было второе, то, которое мы сегодня называем вторым, и которое по хронологии было первым. Возможно, какое-то недошедшее до нас. А может быть и так, что на самом деле вот в этом каноническом корпусе некоторые разные послания соединились. То есть не было вот такого текста с самого начала. Первое, второе. Павел не садился писать тексты Нового Завета. Он писал письма общине в Коринфе, которая была им основана. И потом из этих писем могли составить два таких небольших сборника, и никто не знает, как это было на самом деле. Единственное, в чем нет ни у кого сомнений, что их писал апостол Павел, и писал действительно Каринфская община, им основанная. И, конечно, из этих писем, особенно из второго послания, очень хорошо видно взаимоотношение апостола и этой общины. Может быть, оно самое личное в этом смысле. Потому что Павел, он еще будет писать галатам о себе и не только им. Но вот здесь он говорит с людьми, которые стали христианами после его проповеди и под его каким-то непосредственным руководством. Павел, по воле Божьей апостол Иисуса Христа и брат Симофей, Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, и всем святым, кто находится в Ахайе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Ахайе – это римская провинция, южная часть нынешней Греции. Каринф – ее главный город. Понятно, что главный город имеет особое значение. Значит, письмо, которое пришло туда, очевидно, будет так или иначе прочитано во многих городах Ахайи, и он поэтому обращается сразу ко всем. И обратим внимание, как он это делает. Во-первых, от себя лично. Во-вторых, он упоминает Симофея, своего спутника. О нем в книге Деяний довольно много написано. И обращается к церкви Божьей, находящейся в Коринфе. Мы сегодня говорим, скажем, о церкви русской или, допустим, сербской, болгарской. Скорее, по национальности или по культурному какому-то наследию мы их делим. Но Павел говорит о церкви Божьей, которая находится в Коринфе. Вот как человек, который куда-то поехал и временно находится там, так и здесь церковная община. Она, в принципе, одна во всем мире, она глобальна. Но вот какая-то ее часть, она представлена именно в Коринфе. И называет их заодно святыми. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Бог милосердия, Отец всякого утешения». Ну вот утешение может быть здесь немножко необычное для нас слово, потому что мы, конечно, о Боге можем сказать много чего. А утешение – это что? И дальше он поясняет, он утешает нас во всех наших скорбях, чтобы и мы могли утешать всех скорбящих тем же самым утешением, которое получили от Бога. Он даже продолжает утешать, утешение. Почему такое слово? Ну, он начинает, казалось бы, с стандартной формулы благословения, упоминает милосердие, а дальше вот утешать, утешать, утешать. Но это же личное послание. Он действительно обращается к людям, которых он хорошо знает лично. И поэтому он хочет их утешить. Он хочет в какую-то трудную минуту что-то для них сказать такое, что их ободрит, даст им возможность не просто жить дальше, но находить какой-то смысл в этой жизни. И у Павла, как и всегда и везде, все, что он говорит людям здесь и сейчас, связано со Христом. Я вроде банально сейчас сказал, да, понятно, что вообще христианам свойственно на него ссылаться. Но Павел каждый раз выстраивает вот эту вертикаль от самых высших ценностей до какого-то практического вывода целиком и полностью. И вот человеку плохо, да, что мы ему скажем? Ну, если верующий будет говорить, скажет что-то вроде бы, там, помоги Господь, я там помолюсь о тебе. А Павел начинает богословствовать. Он начинает с того, что он выстраивает эту глобальную картину. Множится у нас Христовы страдания, но через Христа множатся и наши утешения. Если мы страдаем, то ради вашего утешения и спасения вы переносите те же страдания, что и мы, и крепка наша надежда на вас. А если мы утешаемся, ради вашего утешения и спасения. Ведь мы знаем, что едины с вами как в страданиях, так и в утешении. То есть он говорит о себе, ну, возможно, с Тимофеем, возможно, с кем-то еще, кто подвергается гонениям, кто не в очень хорошей ситуации. А в Каринской церкви тоже явно не все в порядке и с точки зрения их внутренней жизни, и с точки зрения какого-то давления извне. И он, прежде всего, говорит, да, вы страдаете, но и мы страдаем. Но он не говорит, это просто солидарность такую вот проявляя, да, ну, потерпите немножко, ребят, нам тоже трудно. Он выстраивает действительно эту вертикаль с самого верха. Это Христовы страдания. То есть Христос, который пострадал на кресте, пострадал ради нас и дал не просто некоторый образец, но дал возможность соучастия в этих страданиях, дал возможности присоединения к нему. И, соответственно, если так, то и последующего утешения, последующего возможности обрести нечто важное и нужное. Не хотим оставлять вас в неведении, братья, о той скорби, которая постигла нас в Асии. Жила она была для нас безмерно, свыше сил, так что мы отчаялись остаться в живых. Асия – это еще одна римская провинция, но по-русски похожа на Азию. Конечно, это не вся Азия, огромный континент, но Малая Азия. Ну, Турция нынешней, то в провинцию Азия входила она далеко не вся. Ее центр – город Эфес. И весьма вероятно, Павел имеет в виду некий мятеж в Эфесе, который описан хорошо в книге «Деяния» в 19 главе, где поклонники богини Артемиды, в общем, чуть их не убили, не растрезали проповедников во главе с самим Павлом. И, соответственно, пишет он, видимо, либо оттуда, либо из каких-то окрестных мест, уже хорошо зная Коринфян. «Сами себя мы видели приговоренными к смерти и полагались уже не на себя, но на Бога, который и мертвых воскрешает. Это Он избавил нас от столь близкой смерти, избавит и впредь». Ну вот, собственно, его ответ, да, у вас все плохо, он не начинает жалеть, ах, вы бедненькие несчастные, но рассказывает свою историю, опять-таки, не в плане того, что вот и у нас все плохо, или там, а мы молодцом держимся, но показывает, что в любом случае человек, который верит во Христа, он соединяется с ним в этих самых страданиях, и это его главная надежда. «Видели себя приговоренным к смерти». Ну, можно это понять, как точно уже совершенно рассчитывали, что нас сейчас убьют, это понятно. С другой стороны, это ведь некоторый ответ на то, что неоднократно встречается в Евангелии, «возьми крест свой и иди за мной», что это значит? Крест орудия казни, то есть приговоренный к распятию преступник нес этот крест к месту казни, и «возьми свой крест» означает, собственно, «прими свой приговор, признай себя достойным смерти». И Павел, в общем, примерно это здесь и говорит, не просто нам было плохо, но мы, став христианами, приговорили себя, мы приняли приговор, который был в свое время вынесен Христу. Ну, и, соответственно, если это в данный момент не произошло, то это его же помощь избавит и впредь. Имеет ли в виду Павел, что в следующих каких-то подобных ситуациях Господь ему тоже поможет, наверное, но можно, как и всегда у Павла, связать вот это глобальное понимание того, что сделал Христос для человека, с практическими событиями, да, то есть это некое избавление, которое относится и к вечности, но а в нынешней земной жизни, если получится, то хорошо, если нет, тоже, в принципе, не самая страшная ситуация. Что он избавит на то вся наша надежда, и вы присоединяйтесь к молитве за нас, чтобы множество людей благодарило за милость, дарованную нам по молитвам многих. И вот здесь это ощущение молитвенного такого круга, где христиане молятся друг за другом, и, с одной стороны, эта молитва помогает им, она изменяет реальность, она спасает тех, кто, может быть, не ждал даже этого спасения, а с другой стороны, она, ну, все-таки рождается вот из этого же общинного такого состояния, когда Каринфская церковь и Павел со своими спутниками, они сущностно едины, да, пребывают кто-то в Каринфе, кто-то в Эфесе, кто-то в Риме, кто-то где-то еще, но они едины вот как некая семья, которая объединена этой самой молитвой. И дальше, раз это семья, в семье всегда есть проблемы. Ну, не бывает так, чтобы люди жили долго, это влюбленные могут не замечать между собой никаких разногласий и различий, а когда семья, то уже эти разногласия и различия очень даже видны. И дальше он начинает ровно это и обсуждать, но прежде всего он подтверждает, что не только вот какими-то общими словами, вот там о Христе, о Боге он может перед Каринфинами себя зарекомендовать, но он может рассказать историю их отношений. И как и в любой семье, да, если люди живут вместе, они не просто ссылаются на то, что у них там есть какая-то, допустим, не знаю, общая квартира, дом, или они там родные друг к другу, но у них есть история отношений, которая определяет во многом их нынешнюю жизнь. Вот чем можем похвалиться, и порокой в том наша совесть. Мы вели себя в мире, а прежде всего по отношению к вам, с простотой и искренностью пред Богом, и не по плотской мудрости, а по Божьей благодати. С простотой и искренностью. Смотрите, он не говорит, мы были там праведниками, мы много постились, молились, мы там чудеса совершали, мы еще что-то делали. Он говорит об очень простых вещах, которые на самом деле любому человеку доступны. Простота и искренность. Но без этих вещей отношений не бывает. Если мы, люди, друг другу врем, если мы изображаем из себя что-то такое театральное, отношений не будет. Может быть, много всего интересного. Но только не взаимная открытость, только не принятие друг друга. И Павел начинает ровно с этого. И вот у него высокие слова об избавлении, о Боге, они сочетаются с тем, что я-то был простым и искренним. Он называет здесь множное число мы, возможно, имея в виду себя и Тимофей, или других спутников, возможно, это такое риторическое мы, когда человек говорит, ну, например, на защите диссертации, мы показали в предыдущей главе, теперь мы переходим к следующему вопросу. Но в любом случае это очень личное. И не по плотской мудрости, а по Божьей благодати. Одна из главных тем в этом послании тоже, противопоставление плотской мудрости, вот какой-то такой хитрости, вот какой-то такой чисто человеческой расчетливости, умелости. И Божьей благодати того, что человеку просто дается не по заслугам, а как подарок, и вот именно она и становится основой их отношений. «Мы не пишем вам ничего, что было бы недоступно для чтения или понимания. Я надеюсь, что вы все поймете до конца. Ведь отчасти вы уже нас понимаете, и в день Господа нашего Иисуса Христа вы будете хвалиться нами, а мы вами». Вот это очень интересно, отчасти понимаете и поймете до конца. То есть, смотрите, если люди совсем друг друга не понимают, то диалог, конечно, невозможен, это ясно. Но понимание – это ведь то, что разворачивается. Вот опять-таки, как в семье, допустим, люди вступили в брак или дети родились у них. И понимание – это одна из самых сложных вещей. Любить даже не так сложно, бывает, как понять. Что это за человек, почему он другой. И вот Павел очень терпеливо добивается этого понимания. Что было бы ему не сказать, я в конце концов апостол, я вашу общину основал, так все слушать сюда и делать, что я говорю. Если кто не понял, ничего потом поймешь. То, что, к сожалению, нередко в обычной жизни слышать приходится. Он хочет добиться, прежде всего, понимания, и для него это принципиально важно – осознанное взаимодействие и послушание не как слепое исполнение приказа, но как внутреннее принятие того, что человек старший, более опытный, готов тебе передать. Эта уверенность побуждала меня прийти к вам еще раньше, чтобы подарить вам радость дважды. Ну, то есть встретиться и взаимно порадоваться. Я хотел, побывав у вас, отправиться в Македонию. Македония – это еще одна провинция, она севернее Ахайи. Собственно, и сегодня часть этой провинции, но только часть составляет республика Македония. Из Македонии снова вернуться к вам, чтобы вы отправили меня в Иудею. Павел, кстати, попутно в этих своих странствах собирает денежные средства для верующих в Иудеи, для местной иерусалимской общины и других христиан. И как раз Каринт – город достаточно богатый, торговый центр провинции, поэтому там у него, наверное, были ожидания получить какие-то щедрые пожертвования. И вот, с другой стороны, Каринт для него был такой базой в том, что сегодня называется Греция, то есть провинция Ахайи и Македония. И желания мои… Да, простите, так я и собирался поступить. И что же, проявлял непостоянство? И желания мои просто плотские желания, так что выходит у меня то да, да, то нет, нет. Бог верный свидетель, что наше слово к вам не меняется с да на нет. Видимо, было какое-то основание у Каринфян недоумевать, может быть, кто-то был недоволен, чего-то он обещал прийти и не приходит, что это вот он такой непостоянный. Ну, понятно, у Павла жизнь сложная во всех этих его странствиях, в этом его столкновении с разного рода людьми, которые не хотят, чтобы он проповедовал. И здесь он вместо того, чтобы как-то обойти это молчанием, он обращается, опять-таки, к их недоумениям, к их, может быть, какому-то вот такому неприязненному отношению к этой ситуации, обращается с вниманием. То есть тоже его важнейшее свойство – он не убегает от такого продуктивного обсуждения проблем. Очень часто люди убегают, они не хотят, ну, не будем об этом говорить, иначе мы там обидимся, поссоримся. Есть вот какой-то такой момент, где непонимание, есть такой момент, где претензии – давайте разберемся. Но Павел при этом очень лично это делает. То есть что это, я передумал, что ли, я все время меняю свое расположение? Бог верный свидетель, что наше слово к вам не меняется с да на нет. Божий Сын Иисус Христос, о Котором мы вам возвестили. «Я, Силуан и Тимофей». Силуан, возможно, тот же, кого зовут Силой в книге «Деяний», как раз они проповедовали вместе с Павлом, в том числе и в Коринфе. «Я, Силуан и Тимофей, не менял да на нет, в нем только да». То есть он опять-таки обращается сразу ко Христу и говорит, «Я не менял да на нет, и Христос – это только да. В нем да каждому из Божьих обетований. Потому и мы через него отвечаем «Аминь, Богу во славу». Вот интересная вещь. Очень часто христианство понимается, как череда таких разных нет. Нельзя этого, нельзя того. И вообще вся христианская жизнь – это такая масса запретов. Начиная с таких мелких, там, по средам и пятницам мяса и молока нельзя, и заканчивая там глобальными, нельзя, допустим, вступать в небрачные отношения с другим полом, да и со своим тоже. И Павел не говорит об этом. Он говорит, «Христос – это да каждому из Божьих обетований». Не значит, что он говорит «все, можно», или там запреты отменяются. Но что суть того, что сделал Христос, она не в установлении какого-то количества новых запретов в дополнение или в замен к Ветхозаветным. Она в том, чтобы исполнить обещания. И если есть что-то еще, в том числе запреты, оно вытекает из этого. Но это не суть. Вера не суть религии. Да и вообще это трудно назвать религией. Это именно что отношение, это именно что принятие, причем какое-то очень личное принятие того, что было сделано для нас. «А Бог укрепляет нас с вами во Христе. Он отметил вас печатью помазания и вложил в сердца Духа, как залог обещанного». Ну вот, тут он и говорит, что эти отношения уже начались, и о присутствии Святого Духа есть залог обещанного. Залог, то есть то, что мы оставляем, мы хотим сделать крупную покупку, оставляем покупателю залог, продавцу залог. Не очень большую, может быть, сумму, но существенную, в знак того, что наши намерения серьезные. И вот Святой Дух, который присутствует, как говорит Павел, в сердцах верующих, он и есть такой залог, нечто первое, что далеко не все из того, что Бог обещал, но верный признак того, что он действительно собирается это дать. И дальше он разъясняет, почему же он до сих пор не в Коринфе-то. «Я призываю свидетелей Бога, ручаясь собственной душой. В Коринфе я не прибыл до сих пор лишь потому...» Давайте подумаем, что мне помешали, что не было времени, что у меня много проблем, что не хватает средств на дорогу. «Не прибыл лишь потому, что пожалел вас. Мы не собираемся быть для вашей веры начальниками, пусть наш совместный труд будет вам в радость, а в вере вы тверды». Что это за заявка такая? «Я к вам не пришел, потому что вас пожалел». Вообще Павел очень горячий человек, он сам о себе это, судя по всему, знает. И очевидно, он представляет себе, вот если бы я к вам сейчас пришел к Коринфине, ой, вам бы досталось. Ой, бы у нас как все было круто, жестко и неприятно. Давайте лучше попробуем объясниться на расстоянии, в переписке. Наверное, ему что-то помешало. Наверное, не хватало денег. Наверное, не было времени. Наверное, он был занят другими делами. Но самое главное, он не торопит момент этой встречи, потому что, очевидно, с Коринфской общиной у него какие-то серьезные проблемы, и он хочет попытаться урегулировать эти проблемы, прежде чем эта встреча состоится, ровно для того, чтобы эта встреча не вылилась в какую-то перепалку. И главное, чтобы мы не были для вашей веры начальниками, говорит он. То есть, чтобы мы не пришли вам раздавать ценные указания, как вам верить. Чтобы наш совместный труд был вам в радость, чтобы вот это вот созидание церкви было именно совместным и радостным трудом. А в вере вы тверды, говорит он. Тогда зачем же, собственно, ему их ругать и справлять, если они тверды в вере? Ну, вот вторая глава, и третья, и четвертая нам помогут в этом дальше разобраться. Продолжение следует...